Микс Ньюс. Добрый день, еще раз, уважаемые радиослушатели. Как мы уже анонсировали, Депутат Рижская Дума от фракции Согласия Игорь Кузьмук у нас в студии. Добрый день, давно вы у нас не были. Но вот сейчас и повод появился. Наверное, не очень для вас, как для представителя Согласия в Рижской Думе. Приятное событие – это решение министра среды и регионального развития. Это странение Ни Нила Ушакова. С одной стороны, те, кто в политике, те, кто наблюдает за политикой, ну, ждали, по крайней мере, предполагали такое развитие событий. Но, тем не менее, вот теперь это случилось. Вы для себя как определили причины, почему это произошло? Ну, кроме там, не знаю, политической борьбы, там, может быть, желание отомстить. Ведь господин Пуцов был вашим коллегой по Рижской Думе до избрания в Сейм и потом в правительство. День добрый. Но, понимаете, как здесь вот сразу много эмоций. Поэтому первое, что, конечно, бросается в глаза, ну, и так, чтобы, скажем, радиослушатели сразу же тоже могли понять, о чем, что меня беспокоит, это, вот, обратите внимание, господин Пуцов до сих пор еще не получил допуск гостайни. Что очень важно, да? То есть он еще не полноценный министр. Он еще, может быть, даже и будет не министром совсем. Может быть, даже еще его, он вынужден будет уйти с этого поста, потому что если он не получит допуск гостайни, то он полноценно работать министром не сможет. Но, тем не менее, самую главную свою задачу он уже исполнил. То есть, ну, достаточно вспомнить выборную кампанию этих партий, которые в 2017 году шли на этих выборах. На этих выборах вот эти самые люди, эта самая партия, это, какие были у них лозунги? Лозунги у них были главные, ГАСТ Нилу, то есть сбросить. Долой Нила, Нила долой. То есть никакой программы, как развить город, как сделать лучше, не было. Не было тогда, не было и сейчас. Эти люди, они приходят мстить. Причем мстить, ну, не знаю, такое ощущение, что просто, ну, до физического уничтожения. Вот они бы не остановились бы с удовольствием. Иногда так кажется. Ну, по крайней мере, все закончилось, конечно, более мирно. Ночью. Вы знаете, еще не закончилось. Ночью вступило в силу распоряжения. Распоряжение вступило в силу, то есть, скажем, Ушаков отстранен на время, на время. То есть, но ведь характерно что? Ведь нет никакого заключения суда. То есть, идет дело, которое, там, скажем, ну, неприятное дело, там, Барри Гасатых, но своим чередом, да? То есть, и там еще до приговоров, как я понимаю, есть какое-то время. Но, тем не менее, скажем, кто-то уже начинает терять посты. Ну, как это назвать по-другому, нежели это просто политическая борьба? Ну, ведь по-другому никак не скажешь. Это, конечно, политическая борьба. Но ведь, но ситуация в Думе, в общем-то, конечно, хоть и неприятная, но, в общем-то, она у нас, по большому счету, ничего не меняет так уж сильно. Потому что мы, как были, так и есть. Мы 32 депутата, как работали в правящей коалиции. А вы сможете работать без Нилу Шакова? Я почему-то спрашиваю. Может, все-таки он мэром, был 10 лет, да, сейчас он еще остается депутатом. Он наш коллега, да, он наш коллега до сих пор работает. То есть, абсолютно. Ну, после избрания есть в Европарламент, да. Ну, если он будет избран в Европарламент, ну, тогда на его место придет другой коллега. То есть, пропорция не изменится. Будем работать. Есть программа, с которой мы шли к избирателям. Мы ее обозначили, мы ее исполняем. Поэтому я не вижу никаких оснований, чтобы что-то изменилось, по крайней мере, в ближайшее время. Мы знаем еще множество примеров самоправлений, где есть проблемы вообще, так сказать, законности у мэров, но их не снимают. Ну, нет, если мы такой дорогой пойдем, да, вот как вот господин Пуццо себя показал, да, то, в принципе, можно будет вообще менять, ну, как бы отказываться от системы выборов. Она не нужна, то система выборов больше не нужна. Ведь если можно любого мэра снять, любую думу распустить, просто потому что так захотелось, без предварительного решения, там, скажем, суда или какой-то серьезной инстанции, да, то, получается, можно разобраться с любым... То есть, вольные изъявления народа значения не имеет? Ну, с любым самоправлением, где, скажем, где есть оппозиционная сила. То есть, это можно сделать везде и всегда. То есть, если самоправление политически неправильное, условно, как кавычка, то можно ее зачистить. Если не совпадает партийная принадлежность, вполне легко. А почему бы нет? Вот это новое слово «демократия». Ну, не секрет, многие политологи, по крайней мере, сразу начали делать далеко идущие выводы, что это был удар не только по мэру Риги, но поскольку Ушаков является и председателем партии «Согласие», то это удар и по «Согласию». И вот политологи задаются вопросом, как вообще партия это переживет. Я понимаю, что вы, хотя в партии состоите, вы не руководитель, вам, наверное, сложно отвечать за всю партию, но ваше ощущение по поводу «Согласия». Знаете, эмоционально я скажу так, что ряды даже еще больше сплотились. То есть, так вот эмоционально, вот то, что вижу со стороны несколько, да. Ну, конечно, скажем, если лидер партии выходит из такой должности, да, то, конечно, сказать, что совсем без последствий, ну, тоже нельзя сказать, будем реалистами. Но, с другой стороны, ведь он же остается руководителем партии, он, в принципе, он, вокруг него сплотились, поэтому я думаю, что далеко-то он не уедет. И, кстати, вот тоже довольно характерно, недавно были рейтинги, да, то есть, партийные, разные, да, разных организаций, но, в принципе, несколько просили, но не так, как могло бы быть, поэтому, в общем-то, показалось, ну, как бы сказать, ну, я считаю, что в этой ситуации, в которой мы находимся, Павлов, в общем-то, очень много сделано правильно. Я понимаю, что это, наверное, такой больше политологический вопрос, но вот, если все гадают, господин Пуце своим решением об отстранении Ушакова помог Нилу в контексте выборов в Европарламент, не помог? Я могу точно сказать, помог или не помог, не знаю, вряд ли, я думаю, что популярность Нила Ушакова довольно большая, внушительная. Я не побоюсь, наверное, сказать, что, пожалуй, самый значимый сегодня по рейтингам политик в стране, это, ну, так, если смотреть на сколько за него голосовало, 105 тысяч плюсов персональных. Я почти не сомневаюсь, что это убьет партию Пуце. Вот это вот его решение. То есть, не поднимет ее популярность? Она не поднимет, то есть, если думали, что поднимет, то сейчас, как оказывается, я так понимаю, что от этой партии АТС и БАПАР, да, баллотируется над первым номером ИЕПС, политолог. Да. Ну, вот если, скажем, была идея помочь ИЕПСу, чтобы он избрался, ну, вот, ну, один мандат получить, ну, вот это, наверное, вот из-за этого, в общем-то, все и произошло, скорее всего. То есть, это поможет? Я сомневаюсь, я сомневаюсь, потому что всем понятно, что сейчас просто всем понятно, даже, скажем, политическим противникам понятно, что это политическая разборка. Они, может быть, не говорят, они где-то, может быть, думают, что им это поможет, но, по большому счету, все понимают, что это политическая разборка, и вряд ли, а у нас избиратель довольно мудрый, этого не видит. Пойдет ли, господин Пуцин, ну, ваше ощущение, дальше и будет распускать, как мы констатировали, политическую неправильную думу? Ну, во-первых, он сам сказал, что вроде бы не собирается этого делать. Ну, пока не менее, пока. Он, правильно, пригрозил и следующего мэра, и уже будущего, видимо, что если вы не будете выполнять мои указания, я все-таки пойду на рост. Он сейчас так руками машет, да, что просто, ну, как, ему же надо как-то, ну, показать уже, то он там, депутатов количество муниципальных будет меньше. Я тоже читал, ну, там, самоуправление самих будет значительно меньше. Понимаете, как, главное другое, он сейчас пытается показать общественности, что он нужен, что он не просто так, что мэра Ушакова снял не потому, что это месть, а хотя, как я еще раз просто говорю, еще не факт, что он будет в ближайшие 2-3 месяца министром, потому что не факт, что он получит допуск в гостайне, и совсем уж не факт, что это правительство долго пробудет на этом месте. Потому что, скажем, я просто вот полслова еще о том, что, ну, я думаю, что как только они приступят к разговору, который они уже было начали в момент выборной кампании о портах, вот тут они все и кончатся, скорее всего. То есть имеется в виду о желании национализировать? Одни национализируют, другие приватизируют, третьи еще переписывают. То есть просто отобрать у самовольния. Да, там у каждого свои интересы, и они там не могут договориться. Вот, вот просто невозможно. Вопрос, ну, может быть, в сентябрь, может быть, октябрь. Ну, я думаю, скорее всего, что это совсем скоро. Поэтому им надо срочно что-то показать, чтобы хоть как-то в памяти народа остаться. Хоть как-то, хоть чем-то. Несколько лет тому назад, я думаю, наши радиослушатели помнят, кто не знает или не помнит, я еще раз напомню, что вот вы давно занимаетесь общественной деятельностью, возглавляете организацию про атоспек, сила разума, и она вот известна одной из таких на поле деятельности, это организация бесплатных курсов латышского языка, я, по-моему, 12 лет подряд этим занимаюсь. С 2002 года? Да. Гораздо больше. Семнадцать. Ну, да, получается уже 17 лет, так вот время быстро бежит. И вы всегда говорили, я так понимаю, и ваши преподаватели, вот тем, кто приходил на курс латышского языка, вы говорили, что если вы не граждане, то понятно, что нужно, это вам должно помочь, в том числе и натурализоваться, потому что надо идти, получать гражданство, не ждать на море погоды, и тогда у вас есть возможность влиять на политические процессы. Нет ли здесь опасений, что вам, да, будет сейчас сложнее говорить не гражданам натурализоваться, потому что они скажут, ну вот, ну там, вот граждане голосуют, а что толку? Приходит господин Пуце и сам решает, кто тут мэр, а кто не мэр. Ну, знаете как, вот можно говорить как угодно, с нашей этой помощью, не с нашей этой помощью, да, но граждан от 750 тысяч, как это было в самом начале процесса, не граждан 750 тысяч, сейчас 220, где-то с нашей помощью, где-то с тем, благодаря тому, что мы на это обращаем внимание общественности, кто-то пошел, то есть, но в результате все равно не граждан стало значительно меньше. Ну да, кто-то уехал, может кто-то ушел в мир иной, но мы начали в 2002-м заниматься бесплатным обучением всех латышскому языку, чтобы получать гражданство. А уже в 2009-м году мы поменяли власть в Риге. Конечно, нельзя сказать, что это из-за нас, но простите, а основной прирост количества граждан в Риге, в том числе, 8-й, 9-й, 10-й до 12-го, это было тоже правда. Это существенно повлияло. Это повлияло, несомненно, подождите, будем реалистами, у нас неподавляющее большинство в Рижской Думе, но перевес, конечно, и не граждане, и с нами, условно говоря, наднациональная, но тоже, скажем, партия, которая год сказал под Ригой, да, то есть вместе у нас получилось. И было бы у нас, скажем, ну не знаю, на 5 человек меньше, в результате того, что у нас меньше граждан за нас бы проголосовало, я думаю, что у нас бы и не получилось. Поэтому, ну да, то есть пока еще не удалось в стране что-то поменять, получить там большинство, но я думаю, что все равно это неизбежно. И это абсолютно легитимно, законно, ну и какая-то другая дорога. Обижаться можно до конца жизни. Всем уже стало давно понятно, что вряд ли получится, не знаю, кого-то приследить, а не тебе приследившись, обязательно это гражданство дадут. — 612-939, телефон прямого эфира, перед тем, как перейдем к следующей теме, она не менее горячая, давайте примем звонок, добрый день, слушаю вас. — Пожалуйста. — Добрый день. — Добрый. — Александр. — Да, пожалуйста. — Вы знаете, народ действительно у нас мудрый, и он надеялся на Ушакова, когда вас выбирали. Но что произошло? Ушаков, грубо говоря, оказался предателем русской общины. Вы помните, как он встречался с яром русофобом Маккейном, фотографировался на фоне танков, а как голосовали в Центр Согласия, мы тоже все помним, мы мудрый народ. Поэтому, как политический деятель, Ушаков умер, и никакого ему Европарламента не светит. Ему надо идти на производство и трудиться, замаливать грехи свои. — Спасибо большое. — Я ваше мнение. То есть у вас мнение такое, но для этого у нас и существуют выборы, мы посмотрим на результаты, какие будут. Никто же ведь не говорил, что никто не делал ошибок. Конечно, были ошибки, но с другой стороны, ведь многое сделано. То есть тут я скажу так, что у каждого человека свое мнение, я ему в праве его озвучивать. С чем-то могу согласиться, с чем-то нет. — Да. Мы сделаем такую небольшую затравку, если так можно сказать, к той теме, которую мы будем обсуждать во второй части. Это еще один такой вопрос очень важный, особенно с учетом приближающейся даты 9 мая. Мы видим, что переместились уже в семь опять дискуссии о сносе или демонтаже памятника освободителям. Соответствующее количество подписей, 10 тысяч, с трудом инициатора вот этой акции, провокации удалось собрать. Вот, может быть, начнем, потом продолжим во второй части. С одной стороны, вроде нас это не удивляет. Мы на протяжении не одного десятка лет слышим о том, что надо бы памятник снести, но вот теперь в парламенте расклад несколько иной. Парламент стал еще больше, так мягко говоря, национал-консервативным. Снесут памятник? Вернее, примут такое решение? — Вот, понимаете, как, вот это тот самый вопрос, которого бы я не хотел бы касаться, в принципе. — Вообще-то, да? — Вообще-то не касаться. Но сейчас ситуация такая, что уже теперь не касаться нельзя. — А не хотели вы почему? — Понимаете как? Потому что я лично убежден, что это самый опасный вопрос для Латвии. Именно опасный. Я не боюсь этого слова, потому что, ну, понимаете как, это очень знаковый и опасный вопрос. Если что-то будет происходить по этому вопросу негативное для одной или для другой части населения, да, то тот самый случай, когда не будет такого политика, который сможет сказать своим избирателям, знаете, ребята, все-таки мы сидим дома и не выходим. Такого не будет. Более того, даже вообще ничего не нужно будет говорить. Там в секунду будет сто тысяч народа на улице. В секунду. — Вы уверены? — Уверен. Вот в этом я просто не сомневаюсь. — Несмотря на пассивность населения? — Я хочу сказать, что это тот самый случай, когда не дай бог. Я просто умоляю, да, то есть если мы хотим сохранить страну, все что угодно, только не это. Потому что, ну, это, понимаете как, это историческая память нации. Историческая память людей, которые здесь живут. Историческая память людей, которые, ну, скажем так, в чем-то, может быть, в чем-то пошли на компромисс, да, то есть, но в то же время во многом мы не согласны. И я так думаю, понимаете, как, и плюс еще нужно понимать идентичность. Русскоязычная идентичность, в принципе, людей, живущих в Латвии, она никуда не ушла. Они так воспитаны, и мы так воспитаны, что мы есть победители. Мы есть победители, мы наследники тех самых дедов и солдат Великой Отечественной войны. То есть мы должны помнить это, мы должны передавать это. Если вдруг кто-то, кто-то рядом над этим, там, не знаю, смеется или пытается, скажем, ну, не знаю, пытается как-то нивелировать эту нашу победу, я боюсь, что тот самый случай, когда никто не усидит дома. И плюс, конечно, юридически нужно просто понимать, что этот памятник, он защищен договором с Россией о взаимосохранении памятных мест и мест захоронения. И он подпадает под этот договор между Латвией и Россией. И, честно говоря, я бы сказал, что ему вряд ли что угрожает, потому что, ну, в этом случае тогда, ну, допустим, если предположить невозможно, и это, не дай бог, что-то похожее, что-то такое негативное складывается с этим памятником, да, то ведь тогда на территории России есть достаточно много захоронений и памятных мест, скажем, латышей. И если им не будет гарантирована безопасность, это будет хорошо. То есть это дальше, ну, понимаете, как это, это очень, я уже не говорю о тех последствиях, которые будут здесь. Понимаете, тут я бы что еще хотел сказать. Вот я понимаю, что у нас есть в стране спецслужбы, они, так сказать, что называется, поляну контролируют, кто кому, куда звонит, кто о чем говорит, где кто собирается. Я все понимаю, что у нас спецслужбы работают таким образом, что они, что называется, слушают внимательно телефон и думают, что они все контролируют. Девятый год показалось, что это совсем не так. То есть если происходит большое скопление людей, и вдруг кто-то, не созваниваясь, а просто начинает, не знаю, бросать клич, а давайте сделаем так и так, вот так и начинается, вот так и проспали девятый год. Поэтому вроде бы сегодня ничто не говорит о том, что в обществе, скажем, есть, ну, о том, что общество может взорваться из-за вот такого вот рода, не знаю, что-нибудь нехорошего, если что-то начнет нехорошее с памятником. Но поверьте мне, внутри души русско-речного каждого человека, русского человека, да, то есть он сам себе сказал, не дай бог. И вот на самом деле, не дай бог, то есть я просто, ну, умоляю в этом смысле, да, не надо до этого доводить. Продолжим. Игорь Кузьмук у нас был в студии и остается в студии небольшая пауза новости рекламы. О второй части будем принимать ваши звонки. Не переключайтесь. Микс Ньюс. Добрый день. Мы прежнего в прямом эфире. В прямом эфире Игорь Кузьмук, депутатрической думы, 612-939, телефон прямого эфира, примем звонки тоже, вот все-таки завершая эту тему, хотя я понимаю, что это еще только все начинается, вся эта дискуссия о парламенте по поводу сноса памятника, но вот цель, ведь политики и те, кто это инициирует, прекрасно понимают, что это очень опасная затея, но тем не менее удержаться от нее не могут. Понимаете как, тут нужно просто понять, кто у нас в парламенте и с чем они шли. У нас в парламенте, скажем, последние лет 20 было одно национальное объединение, которое называется националистами, но и с этим было как бы все понятно. Теперь же ситуация такая, что по большому счету таких 5 или 6 партий, которые в общем-то пытаются… То есть, с той или иной риторикой, но в принципе они… Да, да, в национализме и в русофобию, исключительно. Исключительно. Может быть, это тренд мировой, а может быть, просто они понимают, ну они благодаря этому прошли, но такое ощущение складывается, что вот им очень приятно русскому своему соседу загнать нож подальше, что условно говоря, в живот и постоянно его поворачивать. То есть, вот вправо, влево, то есть… Погубже. Да, вот мучается, не мучается. Такое ощущение, что от этого либо моральное удовлетворение какое-то получает, либо какую-то, ну не знаю, политическую выгоду. А вот во время… И, к сожалению, это… И вот упражняясь друг перед другом в русофобии, в нацизме… То есть, это просто одно из появлений русофобии, По большому счету в нацизме. Они неизбежно могут взорвать страну. Вот просто неизбежно. И причем, что характерно, они не могут постоять и обождать. То есть, ну уже история показала, что нацизм, он не может постоять и подождать немножко, да? То есть, он все равно… Это зараза, которую будут разъедать. И, к сожалению, это очень опасно. Это очень опасно. И если это политики не понимают, то я вообще… Вот смотрите, вот еще пример. Ладно политики, но еще и общество. Вот вроде бы мелочь. Вот на этих выходных очередная передача, там из цикла Накопарсенга, Дефакта, о том, скажем, о том, что будет какая-то профессиональная конференция юристов в Петербурге. И на полном серьезе в вечерний прайм-тайм репортеры делают репортаж о том, что это же как может быть? Там же наверняка… Это же Миньюст России спонсирует или там платит. Туда едет адвокат из ЛАЗ. А тут едет адвокат… Там 40 стран представлены. Это ерунда. Но то, что туда едет адвокат из ЛАЗ, да еще и за свои деньги, это же представляет себе ситуация. И на полном серьезе это главный сюжет программы. Но ведь это же смотрят люди. Значит, получается, им это нравится? Или вот, например, у нас на этой неделе в Думе новый вице-мэр города Риги. Баранник. Да. Собрался в командировку в Москву, в профессиональную командировку по транспорту. И логистике. С учетом того, что все-таки у нас есть… Правильно, он отвечает за эту отрасль. Это нормально. Профессионально. Тоже там 40 или 50 стран. Так на комитете, на финансовом комитете этот вопрос рассматривался. Это было вот… Мы выслушали опять все. Мы выслушали чуть ли не про Путина, мы выслушали про руку Кремля и так далее. То есть на полном серьезе профессиональная деятельность, если вдруг где-то кто-то, не знаю, с Россией связан, это начинается просто паника и, ну не знаю, как еще сказать. Тогда, слушайте, если мы так пойдем, тогда давайте судить, не знаю, Динамо Рига, нашу команду за то, что она играет в России, в КХЛ, ну тогда тоже получается. У них срочно нужно отнять паспорт и посадить их все в тюрьму. Ну как это может быть? А ведь потому что КХЛ, ведь это же «Газпром» спонсирует, а «Газпром» это опять же Путин, как бы. К угом, Владимир Владимирович. Вот это получается, слушайте, ну мы к чему придем, это же паранойя, и это паранойя, раз это смотрят люди по телевидению, им это нравится, но это же, что будет дальше? Мы друг на друга еще бросаться не начнем, что если кто-то съедел в Россию, или не дай бог, там не знаю, с кем ты поговорил из русских. Это очень опасно, тенденции очень опасные. Будем принимать звонки, одевайте, пожалуйста, на наушники, добрый день, слушаем вас. Добрый день, Константин. Да, пожалуйста. Ну я бы немножко с другой стороны посмотрел на всю эту историю с Ушаковым. А вот, как бы, Костя, но можно это было бы назвать проверкой на русском. То есть, как бы повел себя истинно-русский человек в данной ситуации? Он бы принципиально не пошел ни в какую отставку, ни в какой Европарламент. Он бы принципиально остался на своем посту, потому что он выбранный 60% избирателей, ну 56, выиграл все суды и поступил бы по мужски, как сделал Ленберг. Он судится и судит их всех и смеется над ними до сих пор. И венствовал, все боятся соваться. Здесь проверку на, мягко говоря, на твердость господин мэр не прошел. То есть, на него шикнули в наглое, хамски, причем не только на мэра, а на всех его избирателей. То есть, мы считаем, что вот это вот хамское наглое поведение, пусть нацизм, национализм, как вы его называете, но это попытка и даже неуспешная попытка поставить нас всех на место, всех, кто стоит за спиной Ушакова. Это не на него лично наезд. Это накат наглый и хамский в глазах. Спасибо большое. Давайте дадим возможность ответить. И да, и нет. Вы, очевидно, довольно молодой человек, судя по голосу. И я понимаю, я просто понимаю, разделяю вашу боль. Это действительно во многом так. Но тут же есть еще и другой момент. Обратите внимание. Ведь одним из главных причин, может быть, которая тоже отчасти побудила его это сделать, это тогда, когда, то самое решение, когда начали отменять льготы Рижану, карточку Рижану. То есть, тогда, когда, скажем, первое, что стало понятно, то все, что доброе было сделано для людей, для пенсионеров, там, бесплатные проезды, будут тотально отменять. То есть, вот это значит, что через год, через полтора, через два, это вот все, что было наработано, вся социальная база, все скидки, все бесплатный транспорт, все это бы отменили для пенсионеров, для школьников, для всего остального, постепенно. Когда стало понятно, что будут саботировать эти решения через парламент, тогда просто, ну, был выбор. Получается, что у него был выбор, ему что делать, продолжать биться, и это правильно, но тогда просто все люди, которые получали, скажем, какие-то скидки в чем-то, да, они постепенно этого бы лишились. В результате ситуация в городе изменилась бы, и в результате люди бы, простые бы люди пострадали. Вот такой выбор отчасти стоял. Поэтому я вам это и говорю, что и да, и нет. Просто, ну, можно биться тогда, но когда за тобой люди, и которые, эти люди, многого лишатся из-за того, что ты уперся в свое кресло. Вот подумай. Да. Я не являюсь адвокатом ничьим, я понимаю, что вы говорите, во многом разделяю, но с другой стороны, я понимаю и другой расчет тоже, а расчет за людей, в первую очередь. Еще один звонок примем. Добрый день. Слушаем вас. Добрый день. Вот как раз по поводу Ушакова внимательно вас слушаю, да. А вот у меня, например, такая мысль. Поскольку Ушаков действительно такой хороший стратег, он уже знал, что его просто снимут, поскольку делалось все, чтобы трупом ряжем, но главное, чтобы Ушакова не было. Он все это дело понимал, да. И мне так кажется, что чисто стратегически он очень правильно подошел, именно баллотироваться в Европарламент. Многие считают, что он как бы сбежал, вот он на тепленькое местечко и так далее, но вот по мне, как я его вижу, да, что он пережил и с этим марафоном, и когда ряжание его вытащили, я думаю, что у него это все осталось. И мне кажется, что он честный человек, да. Вот, я просто предполагаю, одно из предположений, что это одно из правильных было стратегических решений, потому что, ну, можно упереться и бодаться, да, а там стенка на стенку, вот. Но мне так кажется, что после того, как он уйдет, мы здесь всех хлебнем, мы же уже не замечаем на самом деле эти бесплатные проезды, что мы действительно там школьники, пенсионеры бесплатно ездят, там всего хорошего, вот, я в турчике живу, у нас действительно сделаны дворы, это стало нормально. Вот, ну, ямы на дорогах, да, вот ямы чинятся, опять плохо, не чинятся ямы, опять плохо. И вот все это дело, как бы люди стали выпускать, просто они перестали ценить что-то хорошее. Но вот по моему ощущению, что мне бы хотелось, что да, его, по моим ощущениям, опять же, его изберут в Евросоюз, он, думаю, что сделает что-то хорошее, вот, а потом он вернется. Мне бы этого очень-очень хотелось. Спасибо. Вот если такое мнение, что тут можно добавить? Нет, ну, я думаю, что да, то есть ему, насколько я знаю, 43 года, вполне, рассвет политика, вполне может и вернуться, ему трудно загадывать, но вполне может быть, потому что, ну, посмотрим, что будет дальше, да, то есть, если придут люди там, или мы останемся после, на новый созыв, или какие-то другие люди придут, если они себя покажут лучше, ну, значит, лучше, если хуже, так хуже. А вот это противостояние между Рижской Думой и вот этим, ну, я так понимаю, национал-консервативным парламентом, я так дипломатически скажу, оно сейчас продолжится, потому что, ну, есть же мнение, что вот Ушаков, как громотвод, вот он принял удар на себя, вот сейчас он уходит, и вроде бы на какое-то время Сейм успокоится и правительство, или вот этот вот докат, этой атаки на неправильную политическую, неправильную Рижскую Думу продолжится. Понимаете, здесь есть просто два кардинального, почему, скажем, сасканья или согласия неудобно. Здесь просто два кардинально разных подхода, как мы видим развитие страны, как мы и как видят национал-консерваторы. Значит, национал-консерваторы, да, видят страну, ну, по крайней мере, они пытаются сделать всё для того, чтобы Латвию превратить в мононациональное государство. Где есть латыши, это невозможно, но биться за это можно долго, и они этим занимаются. Ну-ну, есть латыши и дальше. Да, а есть латыши, а все остальные, ну, как бы так, не особо главные. Ну, он там, скажем, увидим, Домброва говорит, надо сделать автопробег, чтобы показать, кто в стране хозяин. Ну, это же что? Это нацизм. Когда одна нация превалирует над всеми остальными, это в честном виде так и называется. Это невозможно исполнить до конца, да, потому что нельзя ни один вопрос национальный решить до конца. Но биться за это можно всегда, поэтому это выгодно. А наш подход чуть другой, то есть мы действительно видим другое развитие страны. Мы по факту, есть многонациональная страна. Действительно, так по факту сложилось, что, как ни крути, но русскоязычное меньшинство – меньшинство. Ну, внушительное, но меньшинство. Мы, у нас партия тоже наднациональная, практически в такой же самой пропорции. То есть мы не делим латышей на русских и на латышей, мы просто берем и работаем. То есть это есть будущее, да, то есть когда все знают государственный язык, мы в этом помогаем. А ты однозначно. А дальше, простите, у каждого своя этническая принадлежность, у каждого своя, не знаю, вера, у каждого своя школа, не знаю, буквари и книги, интересы. Это нормально. И только из-за того, что мы разные, мы друг друга дополняем. И это правильно. Вот это наш путь развития. То есть наднациональный, ведь Латвия – многонациональная страна. И вот это неприемлемо национал-контервативным вот этому крылу. И поэтому здесь договориться с ними практически невозможно никогда. И они думают, что если, скажем, убери Ушакова и все развалится, это глупости. Ведь партия строится снизу, а не сверху. И поэтому, ну, тут совершенно очевидно, ничего плохого не произойдет, кроме того, что, ну, просто, наверное, да, будет небольшая, ну, не знаю, перегруппировка, но в любом случае все то, что у нас есть, ну, все то, что мы обещали делать людям, мы будем делать обязательно. То есть я, например, вот со своей стороны могу сказать одно, что мне приятно морально, да, за то, что я был одним из первых, который сказал, что ребята, давайте обучать языку бесплатно. Это правильно. И мы имеем факт, это двигается. Я тоже, скажем, я занимаюсь еще как бы спортивными вопросами, я вижу, что инфраструктура города тоже значительно поменялась со спортивными площадками. И это, я не говорю, что это одна наша заслуга, но это же ведь направление деятельности, которое, в принципе, проговаривалось на фракциях, на заседаниях. То есть это наше как бы стратегическое движение. И если оно улучшает, скажем, жизнь режима, ну, значит, это все правильно. Какая разница, то есть, по большому счету, кто наверху. Последний звонок, наверное, успеем принять. Добрый день, слушаем вас. Добрый день. Знаете, вот немножко не согласен с вашей позицией. Я, может быть, разделял бы ваше мнение по поводу избрания Ушакова будущего, надеюсь, удачного, да, в Европарламент, если бы он сложил в себя полномочия лидера партии, ушел бы в отставку, тогда все понятно, извините. Брюссельская богодельная, это именно для тех, кто, значит, далек, наверное, от насущных наших проблем. А весь лидер оппозиционной партии уходит, значит, ну, извините, это не бытие просто политическое, даже несмотря на то, что вроде бы этот пост довольно высокий. А у меня вопрос другой. Вот вам не кажется, что за два периода, которые вы, значит, у власти, вы практически не изменили ход вещей, которые приводят к печальным последствиям. Я имею в виду те положения в Рижской доме, которые были до ваших предшественников, которые продолжаются при вас. Маленький пример. Вот, значит, вы, не знаю, обладаете этой информацией, но я хотел бы получить от вас ответ. Вот есть определенная сумма денег, которую получают люди, назначенные на всякие посты, на наблюдательные советы, члены, так, извините меня, там, значит, консультанты и так далее, и так далее, которые, значит, обходятся простым рижаном. Ну, я не говорю, что они незаслуженные эти деньги получают, но в довольно солидную сумму. В основном это люди, назначенные, значит, позицией, то есть вашей партии и партии, привыкающей к вашему союзу. А позиция практически обделена. Вот скажите, из той суммы, которую получают в год, значит, вот, в частности, вы тоже были членом летательного совета Рига Садоксна. Сколько приходится на долю оппозиции? Вы знаете, вот, хотя бы процент какой-нибудь. И собираетесь вы как-нибудь вообще эти вопросы в дальнейшем, значит, уладить, чтобы все-таки у людей было отношение такое, кто пришел к власти, тот имеет все, а позиция, я к ней не питаю никаких иллюзий, да, во многом я считаю, что она деструктивна, но такое положение тоже никого не должно устраивать. – Спасибо большое, но совсем мало времени, попытайтесь ответить. – Мы так же, как и все, живем по закону. Мы так же, как и все, пользуемся тем, что нас спускают сверху, СЭИМ и правительство. То есть, и вот этот порядок вещей, о которых вы говорите, там, да, такой, где я работал, это сверху установка, ведь эта, как бы, практика сложилась уже давно. То есть, вот я вам так скажу, что, вот, например, очень много всяких акционерных обществ государственных, типа, аэропорт и так далее, да, то есть, Латвия государственные предприятия, где тоже много всяких разных должностей, где тоже, очевидно, очень много политических выдвиженцев. В данном случае от рижской оппозиции, так можно сказать. То есть, поэтому, ну, что сказать, сложилась такая практика, что, скажем, всеми капиталами управляет предприятие тот, кто у власти в городе или в стране. Ну, что касается регистрации, я так понимаю, вы там же… Нет, ну, я не был членом совета, я, конечно, не был никакого члена совета, я просто был, я тоже там работал, и слава богу, я за это не стыжусь. То есть, все, все те отчеты, которые положены, они все отданы, поэтому, пожалуйста, можно ознакомиться. Абсолютно не стыдно, все могу продемонстрировать. Но, вы знаете как, действительно, практика не очень хорошая, мне тоже, я уверен, что это не очень хорошее, но будем тоже реалистами, да, то есть, скажем, до недавнего времени депутат, будем честными, да, депутат, конечно, получает большие деньги, 500 евро на руки, ну, сейчас чуть-чуть больше, но в принципе, да, я согласен, что большие деньги, но по большому счету, то есть, ну, пару костюмов тоже неплохо было бы еще и купить. И я, может быть, несоразмеримо, может быть, стоило тогда повысить зарплату, чтобы не было этих советов, но это решает сами правительства, то есть, мы просто по факту реагируем на местах так, как нас спускают сверху вниз, то есть, ну, вот, наверное, я так могу ответить. Игорь Кузьмук у нас был в студии, может быть, последний вопрос, еще минута, около минуты остается, что дальше? Вот, без, я так понимаю, что дальше вы продолжите работать, а Ушаков все-таки будет отстаивать свою правоту в суде, так я понимаю. Нет, ну, это, конечно, эту дорогу нужно обязательно пройти, потому что очень много будет изменений, я думаю, что непременно суд примет решение, ну, которое его как бы должно будет восстановить на этом посту, но ситуация такая, что, ну, все то, что мы сказали людям, мы обязательно реализуем, с ним или без него, ну, какая разница? То есть, я считаю, что партия движется правильно, то есть, во-первых, стратегически верно, то есть, нас не шарахает. Я тут хотел что сказать. Мы видим, как должна развиваться страна по-другому. Мы предлагаем другую модель. Мы, может быть, показываем, как она должна измениться, ну, показывая в городе. Где-то, да, бывают ошибки, но, в принципе, она другая. То есть, вот сейчас вы видите, какую модель предлагает правящая коалиция в стране. Посмотрите, сравните. То есть, выбирайте. Но не латыши, условно говоря, да, не добьются, чтобы Латвия стала латышской. И никогда, как бы мы ни бились, русские тоже не сделали весь Балтийско-Русскую Республику. Поэтому нам все равно нужен компромисс, нам нужно всегда договариваться, нам нужно жить вместе. Другой дороги нет. То есть, и то, и другое, скажем, как сказать, радикальные мнения с одной и с другой стороны, они приведут только к столкновению. А нам все равно жить и детей растить в этой стране, в нашей стране. Поэтому компромисс, обязательно компромисс. Поэтому вот такая наша дорога, согласие. Игорь Кузьмук у нас был в студии, и большое спасибо. Спасибо вам.